здрасте друзья мои дремал проснулся от грохота дождя грома все пытался выйти на улице невозможно я стоит комнате попробую посмотреть там даже по моему на кристаллине там было сидеть и тут сидеть сидят вот видите держала 5 не открыто где не закрыта да ладно бог с ним не сахарами не намокну сейчас выйду на улицу покажу что я не грышу уже меньше 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 даже достала до дома вот он даже не да моя сидит не боится дурочка то чё туда не заходишь вот они виде голуби небо накрыла дверь открыта их бедные голуби резко тумана вас накрыла и наверно пропали вы как у нас накрывает голуби пропадает голуби не виновата это дождь уже прекращается по ходу я я проснулся то что же наверно прекратилось или прекращается или будет счастлива ночь неважно потом продолжим но продолжим про это чудо тогда друзья мои ну еще раз смотрите во небе нет никого наверно они летают блин брюшу вот они падают кроме моих двух голубей в небе никого нет вот видите как падает вот тут резко ливануло как с ведра вот эти он они сидят я могу что вы поняли я намок я то что в горе не сахарно на самом деле не сахарно вот так потом продолжим час тому назад где-то я вышел сейчас посмотрю сколько ну да где час нам назад вышел снимать этот ролик прямо ливен был конкретный сейчас вот опять дождь идет видите нож идет даже линда вот здесь уже оказалось голуби вот на крестовине сидят там нормально я сейчас наверно под навес пойду и попробую там снимать этот я там дверь открылся именно туда зашла ведь они даже не боятся вот они же и створцы уже как бы летают голуби так ну значит этот ролик еще одно доказательство еще одно доказательство что есть у голубей все в порядке дорогие мои не может их туманом накрыть наш и не могут голуби пачками пропадать значит что-то с головой у этих голубей не порядке понимаете пора это все понимать даже вот в этом ролике вы увидите но это надо быть просто дебилом сказать что он этих голубей поднял потому что я буквально включил добежал сюда там это да думал небе никого а там двое уже садились там то есть проснулся я в это время спал как раз туда задремал короче от грохота я проснулся понимаете не было ласточек видео сейчас ласточка камера вытру а то она же да сейчас уже и ласточки он небе летают короче то есть то как бы так понимаете у животных свои синоптики если у этого животного все в порядке все порядке то значит все нормально они знают когда будет зима не знают вот элементарно да там ли это да там животные шубы с толстую надевают там то есть не надевает они же не ходят магазин покупать короче когда сильная холода у них шерсть такой гуще перо погуще когда они не знают какой будет какая будет зима им же никто не говорит слышь медведь там или писец в этом году в зимой будет минув шестьдесят давай чтобы покруче там короче понимаете это у них природные инстинкты истинкты природы но к сожалению человек там вон там по моему что-то из этих чудиков летит то ли ворона в общем короче неважно да то есть у них все вот это природные бывает но сегодняшний ролик я как бы не для голубей хотел снимать но пусть будет так начальном части про голубей до сегодняшний ролик я хотел про собак снимать значит ну как и с голубями я и с собаками как бы тесно связан с раннего детства понимаете мне было очень много собак очень много пород собак там то есть был семикратный чемпион мира там и круто есть это не я его делал семикратным чемпионом мира я его купил такого да ну как бы то есть ну тоже как бы неплохо собаках разбираю да ну понимаете есть такая хорошая фраза пока гид гром не грянет мужик не перекреститься понимаете вот у нас ведь очень многие голубятники я там 60 лет держу голубей я там 50 лет держу да какая разница сколько лет ты держишь голубей ну да опыт это хорошая штука но другое ты сталкивался с такими проблемами или нет значит впервые вот за всю мою жизнь у меня что же как бы не 15 лет до первые за всю мою жизнь я столкнулся с одной проблемой у собаки значит но недавно было течку у линда там вы знаете там и уже там больше двух да там не уже третий течка пошла ну что ну хотели вязать эту собаку значит нашли его там жениха такого более чем два раза крупнее чем она в общем первая моя ошибка была в том что кобеля привели к сучке она здесь хозяйка это ее двор как бы она не хотела понимаете ну как скажем ну инстинкт у них этот не вымирает у них дождик идет линда иди ко мне иди сюда линда иди ко мне линда лежит под дождем иди сюда дурочка моя иди ко мне линда не хочет идти так значит это да там первая моя ошибка была в том что кобеля привели к ней они ее кобелю отвели то есть когда будете вязать собак обязательно возить и сучку кобелю ну кабель огромный здоровый там постарше пошли три года этого кабеля короче в общем и притом но мне некогда было возить там у меня другие проблемы были там одну не как бы не до собаки до сказали ладно мы сами привезем якуну приведите там это да повяжем в общем я его на это да на поводок вышел она кинулась тот стоит у на его на ее территории у нее пиво они первую очередь как бы сторожа охотники эти собаки у них инстинкт то есть в этот момент она там не сексом хочет заниматься она все равно территорию свою защищает понимаете она кинулась на того кобеля короче тот так стороночку короче потом отвели в стороночку там ближе к балке пошли ну что мне да ну кабель так стоит не видеть это да короче линда начала это дата принюхиваться можем а тот рычить второй раз привели та же самая ситуация третий день я ее уже отвез к белю не в какую это там ну хозяйка этого кобеля там тоже как бы это да занимается собаками давно там короче она там пишет это да рукавицу надела там намазала сзади там чтобы запах кинуть кобелю чтобы кабель как бы принюхавался это нюшим ноготь кабель не в какую-то потом в четвертый день мы вывели поле то есть там он опять у себя не подпускал она подходит ему она рачить кидается в общем вывели поле вроде нормально там начали этот ну как бы принюхаваться то только раз к ней она ему за горло короче в общем но тут еще одно понимаете может я не того кабеля нашел да как бил огромный здоровый красивый это да там но это ж на первый взгляд понимаете у животных есть такой естественный отбор понимаешь они выбирают сильнейших самки всегда выбирать может она не для него это да он для нее не подходила в общем короче этот кидается и там все пошла возня тот начал душить ее там ну килограмм 120 весом тут даже вот сейчас покажу вот она виде какие рано остались вот так рвал у нее короче после этого другому кабелю отвели я оставил все равно ничего не получилось но зато получил награду значит у собак зад задняя часть называется петля ну то есть ну грубо скажем писюлек их не кусочек называется петля короче у него с петли вылезла влагалише то есть размером как куриное яйцо такого розового цвета короче валига влагалише вылезла от того что там собака до душила да там опять перед напряжение снять до все равно начинается от перед напряжение в общем как бы до выскочила влагалише у нее в общем отвезли к ветеринару до нашим любимым ветеринаром доктором они же спасители вот как у нас некоторые наивные чукотской мальчики но по-другому не назовешь думаю что доктора это боженьки пытаются нам спасает ветеринары они вот ангела прямо знаешь вот 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 они мечтают только спасать этих животных да ну и на хрена не за свои деньги вам все это делать лишь бы спасти животное доктора вам бесплатно за свои бабки будут вот лишь бы вы были здоровы это до здоровья дорогие мои мы это ну ладно помолчу боксе короче значит привел к ветеринару но я с этим с этой проблемы не сталкивался не знаю что делать как делать мне первые я там ну полвека тоже связан собаками но не было такой проблем у меня начал спрашивать это да там в общем по форумам по собачьим там если начал копаться нашли к очень ну правится влагалише надевается резиновые перчатки но то что отвезли к ветеринару они там резиновую перчатку надели засунули на место в общем деньги взяли все горит но если вылезет значит надо будет оперировать понимаете ну деньги отдали собаку домой привели короче ну естественно собака начинает себя как бы этот как будто до облизывать душем напрягаться на конечно вылезет понимаете но уже все перенапряженный у него влагалишь уже раздулась перенапряженные понимаете как этот мы начинаем чесать руку да но если мы начинаем чесать руку то это руку уже начинает раздражаться да там вот это место начинает раздражаться то есть не с хорошо значит надо что-то другое делать и вот представляете другие друзья мои вот эти прибамбасы которые на ней нам ничего не сказали об этом а все это можно было делать элементарно понимаете просто делать элементарно ну да ладно там после этого мне даже некогда было и там это так врачу отвезти там чтобы оперировать как раз дождь пошел грязь лякоть у него влагалишь и там поцарапалась и пошло некроз то точно начало гноиться уже отвезли туда там сына отвез туда мне некогда было я там по делам в общем по по более серьезным делам был занят хорошим да ну сказали что надо немедленно операцию короче литвы либо собака ну заплатили там тысяч 10 делали там операцию матку удалили влагалища удалили привезли но у него опять ничего хорошего и делали 20 апреля операцию сегодня уже 5 апреля понимаете уже 20 это до 15 дней прошло они еще рано не зажили вот обалденная операция притом делали ту же другой это да ведь клинике нашим первым как бы уже вот когда сказали но понятно что там одни динаме что и молодые сидели здесь как бы там постарше сидел ветеринар вроде туда отвезли в общем а на самом деле что можно было делать чтобы избегать от всего этого да но потом я как начал узнавать короче вот этот ну петля вылезает то есть влагалишь и вылеждает даже когда собаки в замке бывают но при спаривании видели когда вот кобель с сучкой там попой стоят друг друга да там это называется замок то есть при как бы грубо скажем жестком сексе да там у собак после этого она как бы выскакивает там бывают гене гормональные сдвиги как бы это да там но у нее на данный момент вот эта причина была из-за того чтобы они подрались в общем то есть у него и так вот как бы по-женски да грубо скажем это он кобель начал его жестко души там как бы на фоне перенапряжения у нее это выскочило значит надо было чего покойство спокойно да там и это не обход необходимо было чтобы она себя не облизывала чтобы она себя не облизывала надо было купить вот такую кепочку во первых это кепочка когда вы надеваете на собаке да он сидит штопоры сейчас она уже я как бы моих роликах если обратили внимание да она как бы в начале сидела мертвую в этом кепочке она не могла для нее стресс вот этот собак это да там не понятно чё как она сидит она физически не напрягается чтобы у него опять вылезла то есть надо было что надо было купить такую кепочку на купить пару резиновых перчаток повышать мирами стена пальцем затаскать самому все это можно было сделать до пальцем затаскивать в этот на место править поддержать где-то полчаса чтобы она как бы оставалась да и заклеить петлю этот ликвопластером чтобы петля была закрыта да как бы дверь закрыть грубо скажем если дверь закрыта не выйдет то что не было это да там как бы мною делано ну таких случаях это еще один как бы совет для собак это да там не торопитесь вот сейчас она все молодая сучка она не рожать души да там то есть она тоже даже девочка девочка останется таки никогда не будет уважать но это не есть хорошо понимаете по природе они должны рожать чтобы вы это дальше не чтобы быть более здоровыми в общем но мы тут еще раз сталкиваемся вот это да опять наступаем летать на те же самые грабли да что приходим к тому что наши ветеринары нам не помогает они с нас просто деньги вышибают да ну тут я еще и мое изобретение делал там дети даже посмеялись говорит папа ты чего-то рулеткой мерил я бы не на глаз в общем там у нее еще вот этот халатик такой просто операционный у него швы то в животе тоже разрезано чтобы живот как бы не этот не облизывала на этот халат этот надевается кстати они там стоит деньги вот эта кепка по моим 600 рублей халатик 400 рублей да там хотя собака кого-то нужен раскорочил только так скотчем закрыт ножом у него сзади выходит вот этот халата там и сверху хвоста привязывается взяла обычно наш мужские трусы видите вот тут двумя местами вот это да надо все равно больше это да вот видите медную проволочку такую взял надел затянул и отсюда вот в этом месте в общем перетянул сюда чтобы этот как бы ниже не отпускалась линда иди сейчас еще подниму ведь она хочет себя облизывать даже не облизывать а кусаться хочет потому что ну видели когда собачку пчела укусит она кусается в этом болючем месте кусается иди сюда линда иди ко мне иди ко мне иди про тебя там сюжет снимаем дурочка то есть у него как бы вот это до закрыта до дура сейчас я попробую показать у него даже вон там еще одна дырышка делал до попой вилять там дырка для того чтобы покакала через него падает и другая дырка через него написать даже трусы не пачкать все элементарно вот эта кепочка моментально надребезги тоже там вы будете там за каждую царапину новые покупать замучаетесь то есть все можно было сделать элементарно понимаете то что но не сказали нам ну хотел уже по-русски высказаться но не буду скажет дядь гагик опять грубит за лексиконом не следит ну вы прекрасно понимаете ну неправильно понимаете животных надо спасти не надо на них деньги зарабатывать все-таки бог не фраер он все видит и все это воздастся людям как бы вот так будет собачкой проблема то же самое есть у это да когда собаки там чумку поймают переходите там ну прошлом году те года даже прошлом году хачек не позвонил дядь гаги у него что же там алабай там все горит умирает там к врачам отвезли сказали завтра привозите если будет живой будем там это делать систему подключием будет там прокапать прочистить там тут это там ну и понимаете каждый там системы столько 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 так короче одним словом на бабки будет тебя сажать парнишка в общем ягод очень дурачок что ночью что мне позвонил стопку это даст такая водки 200 грамм водки в глотка и все где на то спится на следующий день а потом звонит дядь гагик лежит мертвый не двигается может умер я бы не спит не переживай она следует на следующий день он уже звонит все вы бегаете нормальный ягод водки налил и ангет вырвал такой желтый зеленый вонючий такой короче то есть 200 грамм водки спасает животного а тут тысячи десятки тысяч надо денег потратить и не факт что вы поможете поэтому делайте ваш выбор а но в любом случае друзья мои животные не виноваты что они ваших руках да вы за них в ответе берегите их как и себя также удачи всем